Как вести сториз регулярно, в супер загруженные дни, без плана и не затрахивая себя тем, что вам нужны смыслы или что-то вроде того. Я хотела сделать это видео в формате влога, где целый день я хожу, что-то рассказываю, показываю и заодно тут же монтирую истории. Но потом я поняла, что для того, чтобы мне это сделать, мне нужен либо второй человек, либо мне нужно раздвоиться. Плюс у меня действительно был очень загруженный день, и мне пришлось выбирать, либо я живу жизнь и делаю сториз, либо я хожу и снимаю. Все-таки снимать влог, снимать контент для сториз и жить еще жизнь, это, конечно, хард скилл, и без стороннего какого-то человека, если ты делаешь самостоятельно, это тупо невозможно. Короче, сегодня я поделюсь своей системой ведения сториз, как я делаю контент, как я планирую смыслы, я прям все расскажу, покажу наглядно, как я думаю в процессе этого всего. И я надеюсь, что после этого видео вы поймете мой главный секрет, как же тратить на сториз один час в день. Надеюсь, что в этом видео я выбрала ракурс лучше, чем в предыдущем, потому что шорцы с того видоса стали просто люто собирать хейт. Ну, как сказать, там пришло всего пять комментариев, но знаете, для этого канала это как бы много. И совсем забыла поприветствовать вас на канале, после которого в блогинге, продукте, продажах, запусках, инфобизи и вот этой всей движухе вам будет понятно плюс-минус все. Меня зовут Алина, я наставник по продажам и запускам в маленьком блоге и на низких охватах, а раньше я работала со всеми теми брендами, которые вы знаете. На этом канале я разбираю блогеров с точки зрения экспертных фишек, а не желтушных разоблачений и делюсь всем тем, что нужно знать экспертам и специалистам, которые продают свои товары и услуги через личный бренд. И погнали к теме этого выпуска. Как я вообще пришла к теме этого выпуска? В общем, у меня есть тест-драйвы бесплатные перед тем, как зайти в MoneyMatch, где я делюсь тем, как я вижу развитие вашего блога и вы понимаете, подхожу ли я вам как наставник в достижении ваших целей в продажах и блогинге, а я понимаю, подходите ли вы мне для дальнейшей работы. И в общем, там нужно описать свой запрос. И один из самых частых запросов, после запроса я очень много всего делаю, я очень много веду сторис, очень выкладываю рилс, делаю челленджи и ля-ля-ля, и у меня ничего не идет, но тут более-менее понятно, что происходит. Есть запрос, я дофига зарабатываю бабок, у меня целый день какие-то дела, встречи и туда-сюда, и я не понимаю, как делать сторис, потому что у меня очень много дел, и кажется, что на сторис нужен какой-то 25-28 час в моих сутках. Я подумала, что это очень странно, потому что у меня тоже бывают очень загруженные дни, дни, в которые я просто как белка в колесе ношусь, но при этом я довольно регулярно веду блог и практически не выпадаю из него, то есть прям надолго. То есть если я выпадаю, это по каким-то там эмоциональным причинам, либо личным причинам, но то есть это никак не связано с тем, что я устала вести блог. И я поняла, что в целом, как очень деловой эксперт, который очень много работает, постоянно встречи, консультации, продукты, проекты, туда-сюда, я могу поделиться тем, как в этом круговороте дел я веду блог. Первый лайфхак, он же совет для тех, кто пытается выйти на регулярный блог, это никогда не делать контент-план. Почему? Потому что контент-план, вы сначала тратите время на то, чтобы его написать, а потом тратите время на то, чтобы его воплотить, а потом тратите свои нервы на то, что, скорее всего, то, что вы написали вчера вечером, никак не коррелируется с тем, что произошло с вами сегодня утром, с каким настроением вы встали и какой инсайт вам пришел в голову. И таким образом вы постоянно что-то туда добавляете, в ту историю, которую вы придумали до этого, обновляете эти сторис, если, не дай боже, вы их еще заранее состряпали. И в итоге вы тратите силы, тратите время, тратите свои нервы на то, что не принесет вам никакого результата. Я знаю, что есть люди, которые очень сильно топят за контент-план, и даже мне писали, я пишу контент-план, потому что я хочу жить жизнь, а не вести сторис целый день. Так вот, если посчитать все-таки, сколько времени вы тратите на контент-план, потом сколько времени вы тратите на его воплощение, а потом сколько времени вы еще тратите на то, чтобы его корректировать, вы поймете, что на это уходит точно больше часа в день, а, соответственно, живу жизнь здесь больше я, человек без контент-плана, чем те, кто его создает, и за него выступает и очень сильно топит. Плюс есть такой глюк в мышлении, мне кажется, у всего русскоязычного пространства, это то, что вот я знаю, что это так работает определенным образом, и я ничего не буду с этим делать, потому что, а вдруг, если я что-то поменяю в своей устоявшейся системе, то будет хуже. И это мотивирует людей ничего не менять, потому что они переживают, а вдруг будет хуже, а вдруг не будет лучше, а вдруг будет лучше, но это же не точно. Я здесь говорю исключительно про контент-планы и про подход к блогингу, не подумайте здесь ничего лишнего. Так что, если вам сложно придумывать темы для контента, в этом никак не поможет контент-план, в этом поможет урок «Идея из воздуха и регулярный блог», который я даю на MoneyMatch. Этот урок открывает глаза на бесконечное количество контента, которое вас окружает, и плюс объясняет, как миксовать лично-экспертный, и вообще, надо ли это миксовать, потому что спойлер нет. И в том числе я сейчас продемонстрирую, как это работает на практике. Короче, я люто заболталась, погнали в то, как выглядел мой план дня и в то, какие сторис я планировала сделать, просто у меня были выходные, поэтому я не делала сторис в эти дни. Первый мой лайфхак, я никогда не выкладываю сторис с утра, то есть, когда я проснулась, первое, о чем я думаю, это не сторис. Я иду принимать душ, делать бьюти-процедуры и так далее, и сторис я выкладываю где-то через 2-3 часа после того, как я встала. Почему? Потому что я уже поживу жизнь в этот момент, а потом я сяду и пачкой выложу эти сторис, с чем я встала, а что, а сторис, а может быть, нарядиться для сторис, а может быть, накраситься для сторис. То есть, у меня сторис это то, что отражает мою жизнь, а не то, что я специально для сторис придумываю. Сейчас я тоже покажу на примере, как это работает. Плюс, я никогда не пишу план ни на какие сторис, и у меня не равно выйти в сторис, равно выйти со смыслом. То есть, я знаю, что есть блогеры, которые я выхожу в сторис только тогда, когда мне есть что рассказать, и говорят, что это тренд. Но на самом деле, вот эти сторис а-ля смысловые, инсайтные, поучительные, немножко уже претят, и хочется добавить больше жизни, поэтому сейчас будут качать и в будущем. Те блогеры, которые в том числе показывают свою жизнь, помимо того, что они еще показывают свою экспертность. Потому что, если честно, когда я захожу в сторис и вижу, что там целый день мне будут отвечать на одну тему, мне становится скучно их смотреть. Ну, потому что что, я инсайт, что ли, не поймаю? Я сама человек инсайт. И еще где-то что-то смотреть, да, мне интересно, но мне в том числе интересен и блогер. И, понятное дело, вот в 10 проблемах инфобиза я обсуждала, почему многие блогеры сейчас вообще уходят от сторис и от того, как их вести. Но, тем не менее, мне, как потребителю контента, этот тренд не интересен. Итак, вот смотрите, я проснулась, и у меня первое задание дня – это взять байк. Как я могу выйти в сторис? И сейчас будет небольшое мэджик. Это отсутствие микрофона в моих руках, потому что я буду вам наглядно показывать, как все работает. Вот, смотрите, вывезли мой план на день, и первым пунктом в списке стоит забрать байк. То есть я сейчас на байке, и мне привозят байк, который мне нужно забрать, и до этого у меня байк всегда был с мужем один на двоих, а тут я решила взять себе байк. Плюс он красивого цвета, и вот это вот все. То есть это не такой вот вау-инфоповод, который прям, знаете, стоит вот подать с ферверками, но, тем не менее, это какой-никакой инфоповод. Допустим, мое утро любого дня, да, я встала, а что я могу выложить? Я могу выложить бьюти-рутину утреннюю, я могу выложить, допустим, наряд, лук дня, я могу выложить конкретно вот сегодня «мне привезли байк», я могу вообще ничего не выкладывать про свое утро. То есть абсолютно необязательная часть сторис – это приветствовать всех и говорить «доброе утро», так что не выйти утром – это тоже ок. То есть я могу просто взять, и первая сторис моя будет, как я сходила на тренировку. И да, тренировка у меня была в 2 часа дня, но никто как бы до этого времени без моих сторис не умер, и поэтому все хорошо. И у вас чаще всего тоже в жизни есть несколько вариантов, как вы можете поступить. Но из-за того, что вы привыкли, что «доброе утро» – это равно как бы завтрак, и «жесть» с ними, и вот эти все идеи для контента, вы упускаете, что вообще-то есть еще бьюти-рутина, суперширокая тема. И моя аудитория на супер заходит. Есть еще, допустим, лук дня. Как я выгляжу, да, нет, если, допустим, вы стилевая девчонка, и вас интересует тема моды, стиля луков. Допустим, инфоповод. То есть у вас в дне чаще всего бывают микрособытия, которые можно как-то дальше раскрутить. Но из-за того, что думается, что инфоповод равно «я купил машину, квартиру и сумку», мы вот такие маленькие события почему-то упускаем. И, допустим, можно не выходить с утра, можно выйти в обед, а хват из-за этого никак не изменится, и пойти дальше. Вот у меня, допустим, следующее событие – это тренировка. И у меня тут в конспекте для Ютуба было написано, что еще одна тема, с которой бы я могла выйти, это то, что я сейчас проживаю достаточно сложный эмоциональный период по части себя, как блогера, как экспертовый продажер, как миллионера и так далее. Но вот я выписала все эти темы, и сейчас мне нужно выбрать, в какую из этих тем я пойду. И я выбираю тему с байком просто потому, что это что-то новенькое, и это какой-никакой инфоповод. Я уже сказала, что не нужно обесценивать такие простенькие инфоповоды. Что я могу здесь опять же сделать? Тут есть несколько заходов, типа «Базл, угадайте, какой цвет?» Либо «Вау, мне привезли байк, ура!» Либо я могу рассказать что-то про ответственность, про то, что я решила взять сама себе байк, либо про проблемы в отношениях, потому что байк я беру не просто так, а потому что мы с Угором постоянно уезжаем вместе вдвоем куда-то, а потом нам нужно разъехаться, и мы спорим, кто возьмет байк, или я могу предложить угадать цену. Ну, я, наверное, возьму линию с ценой, потому что цвет угадывать нет смысла, он достаточно светлый, и даже если я его закатаю в ЧБ, то будет понятно, что он какой-то беленький. Про то, что я супер хэппи, это я и так скажу. Про то, что мы ругаемся за байк или нет отношений, возможно, я упомяну, но это не то, на что я хочу сделать акцент, и я выбираю просто типа угадайте цену, потому что деньги чужие люди просто обожают считать, и это как бы то, что больше всего мне даст в этом случае акварт. То есть, если я выйду и скажу, мне привезли байк, угадайте цену, тем более, что он стоит дороже рынка, потому что он очень красивый. Дальше, что я с этим делаю? Если бы это был влог, я бы вам прям села и показала с телефоном, как я оформляю столи, сколько я на них трачу и так далее. Если такое видео нужно, тоже скажите. Возможно, я сделаю его официально, как вебинар, как влог платный, и выпущу какой-то такой ролик. В общем, что происходит дальше? Вот я отсняла, допустим, что мне привезли байк, доброе утро, угадайте цену. Когда я это выкладываю? Да когда у меня есть время? То есть, я не сижу сразу и не пилю вот там на ворковке вместе с этими ренталами, то, что мне байк привезли. Я еду по своим делам. В моем случае я еду на завтрак. На завтраке я чаще всего занимаюсь чем-то, потому что завтрак у меня всегда в кафе, я его не готовлю. Я там не сижу и не созерцаю окружающий мир. У меня там начинается рабочий день. Конкретно сторис я там выкладываю. На завтраке в целом я могу вот эту вот пачку сторис про байк выложить. Но, опять же, у меня здесь еще есть разница во времени. То есть, когда у меня 15 по Москве, в Москве 10 утра. И это тоже мне очень удобно, очень нравится выкладывать сторис в такой режим. То, что я не парюсь по поводу того, что я выйду слишком поздно. Но когда я жила в Боруссии, там была разница 1 час с Москвой. И я также на завтраке выкладывала сторис. То есть, сейчас я могу себе позволить выкладывать сторис 5-6 часов по местному времени и реально придумывать целый день и потом это все выкладывать. То раньше я выкладывала вот так вот на завтраке. И я эту схему и сейчас оставила, потому что, не знаю, почему, когда я выхожу сильно поздно, здесь на Бали, именно для той аудитории, мне дается маленький охват. Когда я выхожу чуть-чуть пораньше, то есть в 8-7 утра в Москве, мне дается побольше охват. Возвращаясь к сторис про байк, я туда не пихаю никакие инсайды, ничему не учу людей. Я такой лайфстайл сейчас блогер в эти три сторисы, насколько они там бы у меня получились. И дальше у меня тренировку после завтрака. Вот я их выложила, пошла, позанималась. И тренировка у меня работает как супер-классный повод, чтобы сблизиться с людьми. То есть, я там делаю смешные коллажи с тренером, просто выкладываю, что я пошла на тренировки и так далее. Сейчас будет то, ради чего я страдала всю тренировку. Сначала вечеринки. Вау. Я только никому не рассказываю, я только тебе делаю. А то начнется потом. Потом. У меня со спортом такие странные отношения, и я сейчас стараюсь делать его регулярно. Ну, короче, anyway, я делаю, допустим, смешной коллаж, потому что смешные коллажи с моим тренером очень классно заходят. И тут же мне хочется с тренировкой сделать связку лично-экспертную. Я могу написать, допустим, что я научилась зарабатывать деньги, я настроила свой блог, я настроила свои соцсети, я поняла, как делать запуски без команды, но у меня сейчас есть желание идти в пиар, историю и так далее, в медийность и так далее. И у меня есть четкая связка по жизни. То есть у меня действительно есть, что богатые и медийные люди, они хорошо выглядят. Такая стрелочка типа, что они стройные, подтянутые и так далее. И получается, я могу выложить смешной коллаж с тренировки, потом я, допустим, выложу, как я тренируюсь, сделаю подписи на тему того, что вот у меня есть в голове убеждения, и потом я покажу, допустим, тело, которое я сохранила и которое мне нравится, к которому я стремлюсь. Либо я расскажу про какие-то свои еще цели, либо я расскажу, как я планирую свои тренировки и планирую прийти вот к той связке, к тому убеждению, которое у меня есть. И тут мы включаем в голову, что тело, спорт, вес – это очень широкие темы, и что мы можем сделать дальше. Вовлекаем аудиторию в то, а как у вас, а что вы думаете по этому поводу, как вы считаете там про медийность, немедийность и так далее. То есть тут можно сделать опрос, опрос, просто директ, то душе угодно. Я не люблю какие-то хитро выдуманные вовлечения с призами, конкурсами, танцами, с бубном. У меня все достаточно просто, ну, потому что я в целом такой человек. Дальше, после тренировки я лечу домой, и у меня есть 30 минут до получившей сессии. Скорее всего, в эти 30 минут я буду монтировать коллаж. Коллаж монтировать, ну, минут 10-15. Быстренько оформляю сторис на подложке, где я тренируюсь, и потом я делаю на этой же подложке, допустим, свой опрос. И как я прихожу, как бы, к этим смыслам? Опять же, возвращаемся в урок про идеи с воздуха и регулярный блог на MoneyMatch. И как я по всему этому прихожу? Во-первых, это регулярность. Если вы ведете блог нерегулярно, то вам и сложнее что-то придумать, потому что для вас каждый выход в сторис – это какой-то праздник. А это, на самом деле, не праздник, это работа, это рутина. И это то, что вы, если вы собираетесь взрывать через блог, должны делать регулярно. И второе, у меня есть великолепный урок по идеям из воздуха и регулярному блогу, где я делюсь четырьмя техниками по работе с идеями. И сейчас я просто применила технику моделирования. Дальше. Я вот 30 минут выложу, и у меня в паунч-тессе. Там я обычно не снимаю. Там моя, как бы, private area, если так это можно сказать. И у меня, в том числе, нет желания каждый свой шаг документировать. То есть, если вы посмотрите по дню, кажется, да, я очень много показываю. Но между этим тоже есть какие-то пробелы. Я не показала завтрак, я не показала, как я еду, я не показала коуч-сессию и так далее, и так далее. То есть, я беру какие-то моменты, которые мне на данном этапе своей жизни, конкретно в этот день, интересно подсветить. Когда мне будет интересно рассказывать про коуч-сессию, я буду рассказывать про нее. Сегодня? Нет. И получается, до коуч-сессии я выложила про тренировку, до тренировки я выложила про вайк, а после коуч-сессии я могу выложить про коуч-сессию. Уже после того, как я оделась, собралась, поехала, приехала в кальян, и сейчас, спустя 3 часа, после тех сторис, которые я до этого выложила, в целом я могу рассказать, что у меня была коуч-сессия, у меня было сложное эмоциональное состояние, и на той же коуч-сессии мы договорились с коучем, что я буду играть в трансформационную игру в среду. И я могу рассказать про то, что вот я буду играть впервые в жизни в трансформационную игру, я никогда до этого не играла. Хотите узнать подробнее, какие игры вы знаете, и так далее, и так далее. Тоже сделать вовлечение на эту тему. И все. Дальше мы поехали с мужем на ужин, ужин и завтрак, и вот это все я не люблю показывать, потому что у меня все это достаточно примитивное, ежедневное, и мне самой неинтересно, и люди мои, думаю, тоже от авокадо-тостов и коконатов устали. Но у меня был ужин в очень прикольном месте. То есть это прям можно показать. Мы пришли в кафе, где есть три варианта выхода. Это спуститься по вот этой штуке. Егор уже спустился. Спуститься по лестнице, как белый человек. И скатиться по горке. Потому что этот контент, он не экспертный, он такой очень сильно блогерский. Но это то, что людям очень сильно интересно в вашу жизнь. Потому что люди приходят в Инстаграм не чтобы там сидеть, учиться и мотать на ус. Они приходят в Инстаграм, чтобы развлечься и провести время. А продажи это как бы приятный бонус. Вот у меня есть блогеры в подписках, о которых я захожу очень редко, чтобы что-то купить. И они меня не интересуют как личности совершенно. Чаще всего после покупки я немножко разочаровываюсь в продукте, потому что мне не хватило эмоциональной связки. Все-таки, когда вы блогера смотрите, а потом вы с ним общаетесь на проекте, у вас возникает эмоциональная связь. И после ужина у меня было три часа, где я отписала, приходила в себя, залипала в телефон и делала какие-то очень мелкие дела. Потому что нужно понимать, что да, я не делаю, допустим, ногти, 10 записей подряд, и у меня нет 10 психологических сессий подряд. Но у меня есть очень энергозатратные мероприятия. Допустим, сидеть и в моменте генерить вот этот план, капкан, который я вам сегодня рассказывала, я его написала не сейчас. Я его писала в моменте, как бы я себя повела, чтобы максимально живо вам это передать. У меня была коуч-сессия. Это тоже достаточно энергозатратное мероприятие. Еще я выкладывала материалы в манимейч и отвечала весь день ученицам в чате. Но так как странно было бы каждый раз писать, я ответила то, я ответила это, я, конечно же, это не включала в свой стори-телинг. Но как раз таки вот в эти три часа я в том числе сидела и на связи была с ученицами. И дальше у меня был созвон, который я тоже могу включить в свои сторис и с радостью включу. То так получилось, что не все смогли в одно время, мне пришлось разделить учениц на две группы. И это как бы суперперсональный подход к людям, которые приходят в тебе в наставничество. Потому что, если честно, я не видела на проектах, чтобы наставники адаптировались под учеников, когда идет групповая работа. То есть обозначается время, все приходят и так далее. У меня немножко персональный подход в целом в проектах. Плюс я хотела сэкономить время других людей, чтобы они не сидели, 10 человек не слушали. И поэтому на первом созвоне, который самый долгий, мы разбились на две группы. И это тоже прикольно. И вот так, получается, прошел мой день. И получается, что контент, которым я заканчиваю, это вот этот созвон, это продажи, беспродаж, грубо говоря. И таким образом, если посмотреть на весь мой день, я его вот так нарисую. Это байк, тренировка, коуч-сессия, ужин. И созвон, если посмотреть на вот это все, можно очень легко вот здесь поставить. Что байк это чисто лайф, тренировка это лайф, но эмоциональный, потому что там есть мои как бы личные переживания. Коуч-сессия это лайф плюс экспертность. То, что я себе могу позволить коуча, я бы там выложила, что она стоит 90 тысяч за 8 сессий. Это тоже как бы такой триггер для других людей, что я могу позволить себе сейчас не работать, не вести 100 лет, заниматься своим состоянием и так далее. То есть это такой тренинг, который мы напрямую не говорим, но он как бы есть. И вот сейчас в разборе вы это видите. Ужин это лайф, плюс это тоже можно подвязать под то, что я не готовлю дома. То есть я не говорю напрямую, я показываю обзор, но это лайфстайл, который продает. И созвон в аниме, это по сути моя жизнь, обычная жизнь, но так как это с упоминанием моего продукта, грубо говоря, мы назовем, что это экспертность. И получается, что у меня очень сбалансированный день получился, где был лап, где была тренировка, эмоциональный ко мне коннект, где была коуч-сессия, эмоциональный коннект, плюс то, что я себе могу позволить коуч-сессию. То есть это опять, ну не экспертность, наверное, давайте ее уберем, а лайфстайл, который продает. Сюда же мы его добавим. И это ужин, опять же лайфстайл, который продает, и это сезон мани-мэч. То есть у меня не было никаких прогревов, у меня не было танцев с бубном, у меня не было никаких продаж, потому что в этом не было цели. У меня был просто хороший лайф-контент, но при этом я не забывала и немножечко там приправить продажи. Короче, и какой вывод можно сделать из этого всего стори-тейлинга и всего того, что я рассказала? Обратите внимание на то, что я между делами оставляю себе зазор по времени, и у меня не стоят дела вот так вот подряд. Это планирование жизни, это не планирование контента. Тут не поможет вам контент-план ничего изменить, пока вы не начнете в жизни оставлять себе места на блог и на контент в том числе. И это самое главное, что позволяет мне тратить минимум времени. То есть так и так вы снимаете, так и так вы создаете контент, но не всегда его выкладываете. То есть, скорее всего, в вашей фотопленке куда больше материала, чем в ваших сториз. И это то, что показывает вам, что на самом деле время на контент у вас есть. У вас нет времени, чтобы сделать этот контент контентной единицей, которая будет на вас работать. Рилсами, постами, сториз. Просто потому, что вы время на это не запланировали. А вот это вот действие съемки контента, оно у нас по жизни автоматическое. То есть нам не нужно думать, так, мне нужно сейчас что-то снять, так, мне нужно сфотографировать. Нет, мы чаще всего берем просто фотка и мы идем дальше. То есть у нас это действие, оно не требует каких-то архи усилий. В общем, снова очень длинный получился выпуск. Я надеюсь, что вам это видео зашло. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайк этому видео. Если вам заходит мой канал, то обязательно делитесь в сториз, что вам больше всего нравится. Рекомендуйте этот канал, отмечайте меня, я буду радостно вас репостить. Оставляйте ссылки на видео, давайте делиться как можно с большим количеством людей и блогеров с небольшой аудиторией, что есть такой замечательный канал, где замечательно я рассказываю, как вести блог, сториз.